4 июня во Владивостоке в суде рассмотрели дела о нарушении правил рыболовства компании «Белый кит», которая осуществляла отлов трех косаток, содержащихся в бухте Средней. Всего же от пограничного управления ФСБ по Приморскому краю в суд поступили документы по трем делам об административном правонарушении в отношении юридических лиц компаний «Белый кит», «Афалина» и «Океанариум ДВ». Пограничное управление ФСБ по Приморскому краю считает компанию «Белый кит», нарушившей правила и требования рыболовства. В частности, животные были выловлены не тем судном, которое было заявлено в разрешении на отлов косаток, так как маломерное судно «Кит-5» по заключению специалистов не имело технической возможности самостоятельно выловить и перевести косатку. Также компания не предоставила документы учета вылова и не уведомила пограничное управление о месте выгрузки животных. «Белый кит» не могло получить в Росрыболовстве разрешение на вылов более чем на одно судно, так как рыболовная квота не может быть разделена на два или более судна. Рассмотрение дел по двум другим компаниям, отлавливавшим животных о фолине и океанариуму ДВ, назначено на 10 и 11 июня. Напомним, сейчас в бухте Средняя находятся 10 косаток и 87 белух. Ранее в центре передержки содержались 11 выловленных для продажи в Китай косаток, там же было и 90 белух. Однако три белухи пропали. Позднее стало известно об исчезновении одной косатки. По этому факту полиция ведет проверку. Также возбуждено уголовное дело о незаконной добыче животных. Ранее Ревлот Ньюс писала, что в Министерстве природы решили выпустить косаток из китовой тюрьмы в бухте Средняя в Приморье. Зоозащитники выступили против такого решения. По их мнению, выпуск млекопитающих в бухте Средняя может привести к неминуемой гибели китов. Выпускать их можно только вместо вылова в природную среду обитания. Отметим также, что хозяевам арестованных китообразных предписано по-прежнему их содержать. При этом, по оценкам экспертов, сутки содержания арестованных белух и косаток обходится почти в 500 тысяч рублей. Анна Бережная, Евгений Апарин. Новости на Восьмом.